Я представлюсь, кто меня не знает, меня зовут Харченко Александр Генрихович. Я занимаю несколько должностей как частного, как предпринимателя, я директор МПО Биоцентр, который имеет 6 отделений по стране. Я и мы работаем от Красноярска до Крыма, знаю различные климатические условия на территории России и последние годы наблюдаем огромное количество таких природных катаклизмов. Вторая моя должность, я председатель Агрокомитета в Национальной технологической палате в Москве, тоже по этой должности я вынужден изучать, то есть по этой должности я должен мониторить, то есть изучать все, что происходит в новой стране. Я член Международной организации по борьбе с пазихорными организмами МОБО. Я езжу периодически за рубеж, и мы изучаем по линии МОБО зарубежный опыт. И я главный агроном, начальник отдела агротехнологии СКВРЗ, Союза казаков-гоинов России-зарубежья, в Чине, с казачьего полковника. Ну, еще какие-то должности есть, академик экологической академии, экология, она имеет большое место в нашем деле. Единственное, что я всегда говорю, что различаете, что есть экология, а есть охрана природы. И экологию, как науку, часть общей биологии, не нужно путать с наукой о помойках. У нас, к сожалению, очень сильно слово «экология» демальвировали, то есть потеряли первоначальный смысл. Тема «Как избежать метеонокаута» стоит у всех. Она стоит и на Южном Урале, она стоит и на юге России, на Северном Кавказе. То есть мы периодически сталкиваемся с какими-то природными катаклизмами, которые у нас уносят большую часть урожая. И вопрос стоит, как нам противостоять этим природным условиям. Эта тема будет разбираться в общей теме. Тема необходимости и возможности смены агротехнологического уклада в сельском хозяйстве, где будут брать экономику и экологию. Она опирается на поднедрение предоподобных технологий в растение-бодстве. И вот я показываю интересный момент. Эту фотографию, это фотография у моих знакомых из Южной Австралии, которая показывает интересную ситуацию. Вот это фотография с вертолета, ферма 400 гектаров, которая выставлена на продаж. Если обратите внимание, пробуем выжженный стиль. Видите, да? А вот это зеленое пятно, оно какое-то совершенно непонятное. Сейчас я покажу получше, как оно выглядит. То есть оно зеленое, хотя мы видим, что там нет никаких рек, оно не поливается. Просто зеленое пятно, все растет, оказывается, все может расти при очень сухих условиях. Получилось так, что несколько лет назад по инициативе директора Кустарайского министерского хозяйства Дворичинского Валентина Михайловича, этот человек был когда-то министром сельского хозяйства Республики Казахстан. Он герой Республики Казахстан. У него такая специфическая звезда героя. Только у нас пять концов, а там что-то очень много такое. Вот он, пытаясь решить вопрос, как условия сухой степи Казахстана поращивать пшеницу и не иметь потерь, обратился к опыту мировому, изучил Канаду, изучил Аргентину, изучил Бразилию, изучил Австралию. И на юге Австралии есть такой штат Новый Южный Уэльц. Он как раз находится в сердце Австралии, в юг Австралии, где центральная африканская пустыня ограничена со степями австралийскими. Там жуткие для нас условия, у них была урожайность 14 центнеров с гектара. И вот, когда мы занимались революцией, трансформировали нашего государства, потеряли СССР, а там люди потихонечку-потихонечку опались и искали. И там создалась ассоциация, которая называется Зеро-Утил. Эти люди сделали рыбок в сельском хозяйстве, они подняли урожайность с 14 центнеров с гектара до 50, получили устойчивую урожайность. И вот их опыт, этот опыт опёрся в Реченске и привёз специалистов в Россию. И поисками специалистов я ездил по Башкирии, по Челябинской области. И даже в 13-м году, по-моему, или в 14-м, они приезжали по приглашению казахов. Они приезжали в Казахстан, и мы ездили по полям и пытались разобраться, что всё-таки происходит. Поэтому я буду этот опыт уже говорить. И просто заранее хочу сказать, что эта система работает. И то, что мы видим здесь, эта фотография, это пример того, что даже в Калмыкии можно иметь совершенно зелёные поля, потому что условия здесь калмыцкие. По той ситуации, которая была в этом году в Ростовской области, весеннее засухо и морозы. Мороз был в апреле месяце в Азовском районе. Придёт человек, который будет рассказывать по своим полям. Вначале было минус 8, это было начало выхода в трубку, потом было минус 12. Ситуация я столкнулся в 2008 году на Украине. Я был тогда ещё в монастыре, и вдруг меня там находят ребята и говорят, слушай, ударил мороз, полный 50 тысяч гектаров, у нас есть угроза потери всей пшеницы. И постарайся что-нибудь сделать. Меня пригласили туда в качестве технолога. Я поехал туда, это было начало мая, и шансов было не было. Шансов практически не было. И когда я стал созваниваться с наукой украинской, украинская наука, она достаточно сильна, в отличие от нашей, там очень много достаточно таких вот молодых кадров, то есть не только деды-селекционеры, есть хорошие технологии. И мы придумали тогда систему, и мы вытащили пшеницу. У меня было три крыла у этого холдинга. Один сказал, мы сделаем сами это условие, ближе к Полтавской области. А Полтава это жительница, только в Украине, но всё всегда хорошо. Вот они получили ничего не делать, 24 центера. А мы пытались сделать в более северных районах, более засушливых, что-то сделать. И мы получили урожайность там 56 центеров с гектара озимой пшеницы. И эти моменты технологии мы использовали у Петра Григориевича Радушина, его хозяйственный исток, он сегодня придёт, и мы вытащили его урожай. Теперь по стратегиям в сельском хозяйстве. Есть стратегии полноиграющие. Был такой великий почвопед Костачев, он жил во времена Докучаева, они были лично знакомы, который говорил, что почва, имеющая структуру рыхлую, до глубины 1 метра, она накапливает в себя огромное количество влаги, которая позволяет получить урожай при любом погодном раскладе. Есть технология, я называю технологией огнетушителя, которую мы использовали у Петра Радушина. Я тоже буду её хорошо разбирать. Понимаете, то есть я разделяю. Есть технология, вот сейчас это наступило, нужно любым путём ситуацию выровнять, и в этом году выйти из ситуации. И есть ситуация, каким образом мы можем сделать, чтобы у нас эти вещи не повторялись. Итак, у нас три человека, отцы-основатели. Первый, вы знаете, Докучай Василий Васильевич, он великий там человек, написал книгу «Русский чернозём», и вообще история написания этой книги. Когда он был студентом, существовало такое вольно-экономическое общество. Ну, туда приходили дворяне, они говорили о том, что нужно улучшать жизнь крестьян, но у нас есть такая фишка в нашей стране, то есть за последние лет 200-300. И вот начались засухи на юге России, в том числе в Ростовской области, и они говорят, неплохо бы кого-нибудь послать в Ростовскую область, чтобы он разобрался, почему у нас большие потери и неурожай. Ну, сняли шляпу, прошли по кругу, собрали деньги. Взяли студента Василия Васильевича Докучаева, дали ему деньги и сказали, езжай, капитан, в Ростов, на юг России, и разберись, что там, почему у них урожаев нет, почему они всё время жалуются на засуху. И когда он стал изучать, он выяснил одну интересную вещь. Он выяснил, что дело в деградации почвы, когда происходят почвенные процессы, когда земля перестаёт накапливать влагу. Вот это заслуга Докучаева, вот это то, что он написал, эту книгу и пытался всё это систематизировать. Следующий человек, который внёс вклад, это вот Костичев. Они были друзья и жили в одно и то же время, который как раз разбирал структуру почвы и первый указал на то, что нам нужно понимать, что в почве есть микробы, и они в том числе участвуют в разрыхлении почвы. Вот он сказал, что земля, имеющая глубиной до одного метра структуру, у нас не будут проблемы с засухой. Третий человек, которым нужно знать, это знаменитый Иван Евгеньевич Осинский, который написал новую систему земледелия. Говорят, что он был основателем наутил. Я думаю, что никаким основателем наутил он не был, но он написал явление атмосферной регации в практическом применении. Что такое атмосферная регация? Атмосферная регация, она говорит о том, что если земля сверху не нагрета, вот на улице 45 градусов, если земля открыта, она будет, по ней ходить будет невозможно, 60 градусов будет чернозем нагретый. Вот если чернозем не нагретый, сверху будет покрыт какой-то мочой, у него мочи не было, он просто делал рыхление на небольшое, на 5 сантиметров, земля была, вот эта вот обработка давала, играла роль теранса, то есть она не давала нагреваться земле. И если вот есть перепад от глубины 10 сантиметров, вот этот перепад, то начинается конденсация влаги в почве на глубине 10 сантиметров. И можно иметь каждый день наличие условного дождя от 1 до 5 миллиметров. То есть если 5 миллиметров за 30 дней, то есть мы имеем 150 миллиметров дождя. Будет абсолютно сухая погода, жара, а у нас за месяц выпадет 150 миллиметров. Или даже самый плохой вариант, если иметь 1 миллиметр, то это значит 30 миллиметров, 30 миллиметров это хороший дождь. И этот хороший дождь в месяц у нас будет на поле выпадать. Он будет постоянно идти, и поле будет постоянно сырым. Я вспоминаю один институт, оказывается в 80-е годы мы нашли исследование в этом направлении. Существовала лаборатория биоцинологии в Саратовском институте Российской Академии Наук, Института физиологии растений и микроорганизмов. 6 человек работало в этой лаборатории. И когда они делали свои опыты, люди приходили, а поля, на которых они работали, они были на востоке Саратовской области. То есть это левобережье Левобережье Волги. Это примерно условия Ремонтницкого района Ростовской области. И они говорили, ребята, что вы делаете, что у вас с почвой творится, почему у вас она сырая. И потом, когда разогнали эту руку, а разогнали ее в предпозднем как в начале 89-м году, этот человек, он еще несколько лет ездил на эти участки и смотрел. Вот руку землю засовываешь, и земля сырая. А там каштановая почва, там даже не чернозер. То есть мы сейчас говорим, что есть некий такой феномен, почва, от которого зависит жизнь на Земле. И от этого верхнего слоя. И почва это сложное такое образование, которое состоит из глины, из частичек песка, из гранического вещества, микробов и воды связанной, которая там находится. И там идут какие-то фантастические процессы. То есть у почвы есть такое свойство, которое важно для человека, называется плодородие почвы. Маленькое определение даю, пригодится, чтобы дальше понимать. То есть плодородие почвы, это способность почвы удовлетворять потребности растения в элементах питания, влаги, в воздухе, а также обеспечивать условия нормальной жизнедеятельности. Система представления очень эхронична. Основные понятия много лет не обновлялись, и на мифологии завязаны, и политизированы. У нас две точки зрения, если поддержать плодородие почвы. Первая точка зрения, которая в сельском хозяйстве есть, которую преподают ребятам, и техникам, и институтам, говорит о том, что есть минеральное удобрение, вот из почвы забирают растения минеральное удобрение, их нужно туда возвращать. А чтобы поддерживать структуру почвы, про которую мы говорим, чтобы способность удерживать влагу и в воздухе, ее нужно выклить. Поэтому у нас механическая обработка и внесение минеральных удобрений, это такая способ управления плодородием почвы. Вот кому не скажешь, вот у нас способ управления плодородием почвы, в окошко посмотрим, Вон все эти способы там железные стоят. Ну так, теперь у нас путают два понятия. Плодородие почвы и агрохимический потенциал урожайности. Вот сколько удобрений надо сыпать. Вот здесь вот в России примерно у нас дается 17 кг ДВ в среднем по России, 25 центров мы имеем. В Молдове близко к этому, в Белоруссии они сыпят много. То есть 185 ДВ, это обычно умножаем на 3, это получается 600 кг минерального подобрения, не кладут и больше. А получают 35 центов. А китайцы, навык прямолинейный, написали, что плодородие почвы, когда удобрения насыпешь, и они сыпят 526 кг. Умножить на 3, это 1,5 тонны минерального подобрения на гектар, не кладут, а получают урожайность 59 центов. То есть плодородие, это плодородие, это способность почвы обеспечить растения всем необходимым. А минеральное удобрение, это агрохимический потенциал урожайности. Мы можем насыпать много удобрений, у нас не будет влаги, и мы просто из кармана деньги вытащим и куда бы их закопаем. Понятно, да? Удобрение, это способ повышения урожайности сельскоязерных культур, но фактор, снижающий плодородие почвы. Плодородие почвы, это процессор, процессор можно управлять. Климат у нас реально меняется, причем растет углекислый газ, и у нас возникает огромное количество дней, когда у нас есть количество лет, где у нас повторяемые засухи. Опять возвращаясь к той основной модели, на которой мы сидим, это агротехнологическая модель Норвана Барлауга, которую привез в Крущеве Соединенных Штатов. До него была модель агробиологическая в Российской Федерации. Эта модель утрачена у нас сейчас, и люди, которые продвигали, тоже все умерли. Эта модель стоит на четырех основных понятиях. Лучший сорт или гибрид, много-много минеральных подобрений, хорошая защита с помощью химических средств, защита растений и по возможности паин. Опять, основная модель, она преподается на всех совещаниях любого уровня, четыре темы рассматриваются. Какой новый сорт или гибрид у нас появился, почем будет у нас стоить в этом году селитра, какая новая химия у нас появилась, у нас в компании соревнуется, кто больше и лучше химии даст, и какие дотации будут запарены. Последствия для экосистемы оказались такие. Мы получили почву, траченную структуру, нормальная почва должна быть как губка, она должна в себе набирать большое количество воды. Мы забыли такую почву, и мы получили вот такую почву. То есть верхний слой, который разрыхляется с помощью механических орудий сельскохозяйственных, нижний слой, вот этот вот, шириной 25 сантиметров, плюс-минус 5 сантиметров, это так называемая пужная подошва, она никакого отношения к лугу не имеет, просто раньше она была маленькая, примерно 5 сантиметров. Сейчас это просто мощное естественное уплотнение, естественное, которое не пускает в лаву вниз. Но ниже него 50-55 сантиметров, снова можно докопаться до разной почвы. Если бы мы убрали вот эту вот плужную подошву, то мы имели бы вот такой вот, не имели бы вот это. То есть весной, когда у нас тает снег, он не идет на эту ветровую глубину, про которую говорил Косточев, и он быстро испаряется и истекает по рельефу, и мы говорим о том, что у нас не хватает влаги, все время жалуемся, жалуемся, но тем не менее, мы все время это теряем, и мы имеем вот такие вот почвы. То есть я снимаю эти фотографии от Крыма до Уталия, везде одно и то же, везде вот такие вот безумные глыбы. Вот это моя нога, вот посмотрите, какие вывороченные чемоданы. Вот моя нога, и вот такие вывороченные чемоданы. Это чернозем, но именно вот эту фотографию делал в Татарстане. И с почвами начинаем, да, то есть мы имеем зяблевую вспашку, то есть мы поднимаем зябь, то есть мы видим, что за зиму это все размочится, размерзнется, потом весной можно это все будет закультивировать, и снова на какое-то время, на какое-то время мы сделаем ту структуру почвы, на которой можно будет работать. И вот эти вот, токсическое поражение растений, растения не хотят расти, и такой вот привычный для нас, когда мы начинаем копать, и мы видим соломок прежних лет, который лежит по 2-3 года и не хочет разлавиться. То есть мы смогли заработать дисбактериоз, и почва у нас, во-первых, сверхуклотненная, а во-вторых, полностью установленный биологичный процесс. У меня эти фотографии множество, а мы говорим, мы хотим, вот на проблему образа, все-таки нам нужно какие-то образы на перешивки. Вот. И мы придумали такую систему адаптивно-биологизированного землетелия, которая адаптирована в разных местах, и которая, в отличие от модели Норвана Барлауга, она говорит, что можно работать по-другому. Четыре пункта мы ввели. Во-первых, на вот этих вот почвах, которые сильно деградированы, возникла проблема, связанная с болезнью. Почва, в которой живые процессы становились, там выжили микробы, которые могут выживать в очень тяжелых условиях, это плесними и грибы, и которые потенциально выживали корневые гнили. И даже на съезде почвоведов Петрозаводский в 2012 году секция по органическому веществу почвы несла предложение внести в понятие плодородия, но, к сожалению, не гостерское определение не поменяли, что накопление патогенных организмов в почве является фактором, снижающим плодородие почвы. То есть наличие различных инфекций – это и есть фактор снижения плодородия. У нас этого нет. У нас говорят, знаете, вот плодородие – это когда много селитра насыпали, и когда отчеты идут в статистику, с каждого хозяйства они говорят, вы плохо занимаетесь плодородием, вы мало внушите минеральных подобрений. Понимаете? То есть у нас это все привязано к минеральными подобрениями. Даже принят закон об охране плодородия почвы, в котором нет определения, что это была почва. И они говорят, что будут наказывать, если сельхозпроизводитель, вплоть до отнятия земель, его провели в июне месяце или в июле месяце, как раз в момент этого пика коронапсихоза, что нужно вводить санкции против этих людей. И что делать? У нас идут два варианта. Вот здесь вот я в Татарстане снял такую интересную машину, которую вы видите, это называется «Диггер». Хозяйство 47 тысяч гектаров. Ну, такое скромное хозяйство, 47 тысяч гектаров, почти целый район. У них животноводство, храмопроизводство. У нас 150. А? Ну, нет, ну, есть и 130, просто в одном месте. 150 в Артеновском районе. Да. Вот. Я говорю, а что за машина такая у вас? Они говорят, у нас чизель. Я говорю, ну, вы же вроде пахали. Да, мы пахали хорошими немецкими долгами, Ленкиным, девятикорпностным. У нас было 38. Гитаров пахали в день. Потом 34. Потом 30. Потом 28. Потом 26. Не тягет плохо. То есть началось, при интенсивной обработке почвы, началось уплотнение почвы. И мы, говорит, нашли такую хорошую польскую машину, называется «Диггер». У нее огромные вот эти клыки. Вот эта вот убранная, это этикаря, на подкороке носилась, по-моему, да. И вот на нее загоняют, ну, хорошая машина, там что, два ряда пылков, ну, этих, слои, диски, ряд, и еще такой каток, который трогает. Но мы пришли к этому, и вот мы сейчас стоим на такое вот деление. Вот что делать? Глубокое рыхление, или, может быть, микробиологические препараты. Когда я показывал Алексу Подолинске вот ту фотографию, где вот эта рыхлая почва, потом вот эта плита, бетонная, потом рыхлая снизу, он говорил, ребята, мы в Австралии используем интересный препарат, который называется препарат 500-й. В органическом земледелии он есть. Этот препарат делается для разоглотнения почвы. Вот просто почву проздают сверху, и начинается разрыхление, то есть устанавливается структура почвы. Если вы слышали так называемый роговый компост, когда рог коровы, имеющий трехтеряд, забивает туда навоз, длинную пробку, закапывает на глубину полметра, держит несколько месяцев, потом вытаскивает и тряхивает вот этот вот компост. Этот компост имеет микробный состав, который в этих условиях сформировался. И он называется 500-й, потому что 500 миллионов живых микроорганизмов на день копеечный сантиметр. Они его разводят и полепают. Мы пошли немножко другим путем. Да, и что Алекс Подолинский сказал? Если вы хотите эти почвы взломать, вам нужно первое, чизель, вы никакой биологии не пробьете вот эту плиту, не пробьете. Второе, вам нужны микробные препараты типа 500-го, которые будете обрабатывать солому, и они будут способствовать разуплотнению почвы. И третье, необходимо сеять седеральную культуру или так называемую промежуточную культуру. Вот я, по-моему, кого-то видел, кто был на наутил, на конференции ассоциации прямого посева на зиму. И там три четверти доклада были посвящены тому, как использовать культуру, промежуточную культуру седеральную для восстановления и разуплотнения почвы. Продолжая тему соломы, у нас есть солома, как его можно поселить в почве или как из соломы сделать микробное удобрение восстанавливающей почвы. Видите, умные вещи не всегда делают умные люди, потому что когда человек занимается делом своим, ему очень тяжело посмотреть со стороны на то, чем он занимается. Вот Тарвихига, которого превозносят как великого микробиолога, микробиолога никогда великий не был, вообще не был микробиолога. Он был выходец с глухой деревни на каком-то маленьком острове в Японском море и стал доктором садоводства. И он мечтал, как вытащить своих деревенских друзей из бедности, хронической, в которой они просебали. И он придумал для них карликовые мандарины нашел, которые вот нужно было мандариновые сада сажать, и в них был хороший сбыт этих мандаринов. Но там выяснилось, что почва плохая, и под этими мандаринами идет сильное уплотнение почвы, и технику загонять в междуряди невозможно, потому что ни маленькие-маленькие междуряди трактор не идет. И он стал пытаться комбинировать всякие разные микробные препараты. История говорит, что он сидел пару месяцев, потом ему это все надоело, он взял все вместе, слил, улез куда-то на пустырь и вылил. И история говорит, что там оказался какой-то большой, какой-то лопух, он вылив около лопуха, а через некоторое время увидели, что лопух стал огромным, там вообще-то человеческий рост и выше. И он тогда стал думать, что же он туда вывел, и он сделал препарат, в котором 8 микробов. Они говорят, что 80, 80 там никогда не было, это все сказка, мы проверяли 8 микробов с Японии, заказывали, мы его выпускаем, у нас называется НИГОДЖИПИ, японский препарат. А потом в Корее северно случился голод, если кто знает, 95-й год, полу 2000-й год, там было все очень брачно, потому что когда СССР развалился, мы перестали дрововую селитру, дрововое удобрение туда везти. А у них своих заводов очевидно не было, у них упало, ну то, что мы называем агрохимический потенциал урожайности, удобрение НИГОДЖИПИ, это у них урожайность упала в два раза. Начался голод. Что они сделали? Общество корейско-японской дружбы обратилось к нему, хоть какую-то там соломинку нужно было найти, зацепиться, и они запустили государственную программу, когда они свой препарат везли туда, концентрат, и там его водяжили, год работает эффекта нет, два года работает эффекта нет, и говорят, давай же программу будем снимать. И на третий год пошел эффект. Они увеличили обрабатывающее обрабатывающее почву, микробным препаратом, разрыхляющим почву, они увеличили урожайность в два раза. И к 2005 году страна вышла из голода. Они решили вопрос не через внесение минеральных удавлений, а через обработку пожневных остатков микробным препаратом, террохиго, который называется кюсей. У нас он называется НИВА-ДЖИПИ. Он у нас есть. Но мы сделали лучшее. То есть у меня работают несколько микробиологов, доктора наук медицинских, сделали препарат 15 микробоводной проверки, у него 8. У этого препарата он тоже разрыхляет почву, работает немножко послабее. У него есть одно интересное свойство. Он может убирать плесневые грибы. Нужно выдавить плесневые грибы, он может выдавить плесневые грибы. И на самом деле он имеет широкое... Почему он может выдавить плесневые грибы? Потому что есть один микроб, который съедает микотоксины. То есть грибы выделяют яда, а он обеззараживает почву, съедает эти яды и там начинает все развиваться, что при применении НИБы-GP, что НИБы при применении НИБы-B на третий год появляется большое количество дождевых червей. Только от этого препарата средней черви, а от японского препарата большей черви. мы не использовали Петра Григорьевича на тушь, на его полях в этом году. У него ситуация была какая. Когда у него вымерзла листовая масса и было поле сухое, то я побоялся, что если, когда влага пришла, всегда, когда не занята органика, там появятся какие-то грибы плесневые. То есть боялся вспышки болезней. И мы взяли препарат, который мы применяем для разложения соломы. Мы предложили ему применить. Он побрызгал. И что там получилось? Дважды. Дважды. И что получилось? Хороший эффект. Нет. Вопрос такой, что когда он стал искать, где у него засохшая пшеница, ее не было. Не было, да. То есть микробы просто съели, чтобы было место зачистили. Все, зеленое было. Я потом подойду и покажу, когда мы будем про этот огнетушитель говорить и буду разбирать. Сейчас мы идем дальше. Итак, жечь или не жечь. А что делать, если у вас вот такая вот ситуация, когда у вас солома не хочет разрушаться, чуть-чуть покопали и там все лежит. А мы говорим, у нас влаги нету, потому что наша влага идет туда и корни растений через эту солому не идут. И мы играем только на верхнем слое рыхлом. И опять у нас любая засуха и все у нас потеря урожая. Вот третий препарат на прожминные остатки, который мы запустили, называется Нива-А. Я начал Нива-Джи-Пи, исторически это первый препарат, второй Нива-Б, Нива-А. Это быстрый препарат, который работает даже при холодах, у нас на моркови берет, кукурузу обрабатывает и 9 января мне прислали, как она разлагается. Там основной действующий компонент от актиномицеты. Да, в предыдущем препарате Ниви-Б действующий компонент микробы выделены из кишечника лошади. Лошадь может жрать все что угодно, солому может жрать, и она ее переваливает. Тут просто микробы выделены, и мы их пустили в живую природу, которая разрушает солом. Ну, плюс еще куча сопутствующих, которые фосфатомобилизующие, которые азотофиксирующие, которые могут токсины плесневых грибов удалять. То есть это просто такая сложная синтрофная ассоциация, и мы сторонники синтрофных ассоциаций, я не терпеть не могу препаратов, где используется чистая триходерма. Потому что у нас большинство препаратов для разложения плечных остаток это триходерма. Триходерма это плесневый гриб, просто она живет больше быстрее сомного, чем в фузарии. В фузарии тоже живет солома и триходерма живет быстрее. Но триходерма такая вещь, 5 лет работаете триходерма, может быть и меньше, ее накапливается 5%, она переходит в агрессивное состояние, начинает все глушить. То есть если мы имеем микроб, он должен встраиваться в сообщество, она такая недружественная бактерия, ей можно поиграться раз, поиграться два, и про нее нужно забыть. Нужно работать с ложными микробными препаратами, которые съедают солому, нас уплотняют почву и все такое прочее. Вот мы видим разложение упражненных наставков и как хорошо себя чувствуют растения, потому что токсины убраны. И вот у нас озимний чмень, мы видим в каком состоянии, какое укушение у него, это то, что мы через эти микробы включаем процессы почвенные. Вот это самоделочки, когда почка ставится на дискатор и микробы вносятся в момент дискования. И вот интересная картинка, которую всегда рассказываю любителям поговорить о точном темно-деле, что нас интересует не количество насыпанных минеральных подавлений, а биологическая активность. Биологическая активность. И если мы выравниваем биологическую активность, мы берем препарат для разложения упражненных остатков, просто опрыскиваем закваской, салому, с заделкой, и через эту закваску, которая съедает солому, превращает солому в органическое давление, восстанавливающую почву, мы выравниваем. Вот это два поля, точнее, две половины поля, видите, очень четко идет картинка. и мы видим вот здесь вот это рваное поле, видите, мозаика, а здесь мы мозаику не видим. То есть мы можем выравнять поле, показатели, если мы выравним биологическую активность. Если мы биологическую активность выравниваем, то нам не нужно будет играться с нашими минеральными давлениями, которые стоят деньги. Потому что если мы выравниваем, то внесение этой закваски, закваска стоит 390 рублей, ну 396 может быть там с логистикой сколько. И если на 5 лет 390 рублей мы умножим, это будет 1950 рублей. Но гитар за 5 лет или 300-400 рублей в один год. Буквально минута сюжета. Поле с полем встык. Одна земля, одни семена, а какая разница? Почему? Секрет прост. Любознательный хозяин пышного поля рискнул обработать семена препаратом стимикс. Зерна налегли в сухую землю, осенью было очень мало влаги. Но бактериальная основа препарата оживила жизненные соки зерна, которое быстро проросло и раскустилось на диво. Все выглядит самым замечательным образом. Значит выровненное, цвет прекрасный, замечательный. Если мы еще раз работаем по листовой поверхности, это будет вообще суперурожай. Ученый-агроном с многолетним стажем отмечает мощное развитие корневой системы, отсутствие видимых признаков болезней и других поражений. Здоровое растение быстро набирает питательные вещества, формирует вторичную корневую систему, крепкий стебель и лист. И это только при одном применении препарата. А если еще и по листу, а потом по стерне после уборки урожая поработать, то на следующий год можно ожидать еще лучших результатов. технология стимикс учитывает все нюансы работы на урожай, на создание чистого, здорового поля. Это удовольствие стоило там 300 с чем-то рублей. Сразу из кочев мы не удалили плесневые грибы. Там очень много и они накапывались там десятилетиями. Но если мы работаем года три, у нас возникает феномен такой по резкому росту урожайности. Причем у меня несколько хозяйств, которые подымались с 35 до 87 до 85. В Воронежской области, Ростовской области вот этот феномен перетятика. Слышали, да? Это был наш дилер, у него было в любом количестве препараты, у него 6 лет мы отрабатывали технологии, он сделал работ до 85. У нас в наших убитых почвах микробов находится где-то от полутора до двух с половиной тонн гектар живой биатрис. И чем убита более убитая почва, тем микробы более разрознены. Это должно быть огромное мощное сообщество, где каждый микроб один за всех, все за одного. То есть они делают общее дело. И мне объясняли, что микробы могут заниматься зотофиксацией 70% из 100. И оказывается, что мы вообще об этом ничего не знаем, потому что методы изучения почвенных микробов у нас были, выделяется кусочек почвы на искусственной питательной среде, какие-то микробы растут, потом они изучаются и так далее. Оказалось, 90% ну, здесь вот написано 50% некультируемые почвенные организмы. Мы вообще не знаем, как это в этой почве устроена жизнь. И наша задача запустить процесс возрождения почвы. И у нас есть несколько путей запуска возрождения. Вот что, предлагает Агросоюз, Агросоюз не имеет самостоятельных исследований, они берут у американцев, у Рика Бибера, который запустил эту систему первую. Рик Бибер это американский фермер, уже в возрасте, его история такая была, когда ему было 14 лет, папа пришел и говорит, сынок, у нас плохая ситуация экономическая, у нас заложена ферма, у нас нет денег на пассивную, урожайность у них 16 центнеров гектара, вот давай принимать решение, мы продаем ферму, покупаем квартиру в городе и будем жить как-нибудь по-другому. Или думай, что сам хочешь, сын сказал, я буду думать, сейчас у него, по-моему, 15 тысяч гектаров и все у них хорошо, и вот пошел тем путем, который изучает Агросоюз сейчас. Что у нас, такую идею используют? Они говорят о том, что вот растения, вот это почва, ком почвы, которые пронизывают корни растений, и вот это микробы, которые живут. Микробы есть, которые живут между корнями, на поверхности корней, внутри корней, и каждый из них имеет свою зону питания. Микориза, она образована, она пронизывает растения, она живет за счет корней, если растение хочет. Но если вы растение будете печкой селитры, вы микробы за счетом не нужна, потому что зачем тратить ресурс, если можно брать раствор минеральных солей из почвы. С этими растворами, почему ребята сделали прорыв по засухе в Воронежской области, которые делали некорневые подкормки, там толкует человека, Александр Галяндин, я его в ростовские семинары вытаскиваю, он говорит в следующий момент, если мы вносим взлет 50 кг селитры весной, когда влага есть, растение начинает наращивать вегетативную массу. Корневая система у него формируется на один стебель, у него получается один, максимум два корешка. Нам, если засуху держать, нужно один стебель, четыре корешка, может быть пять. То есть мы в нашей системе сельского хозяйства делаем так, что растения изначально у нас подвержены условиям засухи. то есть мы нарастили массу, мы там раскустили, а корневой системы нет. Все, пришло тепло, влага начинает стремительно опускаться, уходит туда ниже плиты, корень у нас отрастает медленно, всего полтора корешка на один стебель, все, мы ее потеряем. Что они делают, как они пытались искать, они придумали использовать эти пневмошины, эти туманы и по 20 килограммов бросать. На лист сдал, лист растет, а корень нищет питание, корень прошел в глубину, и получается так, что на 60 килограммов условной селитры они получают столько, сколько мы не получаем на 250 килограммов селитры. Понимаете, в чем фишка? У нас минеральное удобрение играет роль стимулятора роста растений. Растение должно искать, образовывать корневую систему и идти. Что у нас растение делает? Оно углекислый газ превращает в сахара, превращает в глюкозу в виде сахароза идет от ОТО, и оно всегда получает больше, чем ему надо. часть она выделяет из корневой системы, и мы имеем вот такую картинку. Вот это корень, это выделение из корней, и там огромное количество микробов. Видите, да? Это гель выходит. Растение кормит микробы, микробы кормят растения, и это вещество называется муцегель. Муцегель. Его выделяется на самом деле на гектар очень много, и если мы говорим, нам нужны растительные остатки как источник углерода для питания организма в почве, то на самом деле мы можем иметь десяток тонн сахаров, чистых, которые выделяются через корень. В чем феномен вот этого, феномен постоянно живых корней в почве, то, что двигают американцы сейчас. Они говорят, что если мы добиваемся, что у нас постоянно что-то растет, и это что-то растет, даже уходит в зиму, туда уходит в зиму, то в почве постоянно туда поступает сахар, 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 микробы живут. Почему нужен сложный состав смеси, как его сеется? Потому что каждый вид растения формирует условия для своих микробов. У меня есть книжка 1985 года «Едеобразное выделение корней растений и значения плодородия и почвы». Белорусы написали, этот человек был чуть ли не директором института сельхозмикробиологии Минского, и все это забылось. Я у них был в гостях, смотрю, книжка лежит, полистал, обалденно. И мы используем что? Мы, оказалось, что если мы стимулируем фотосинтез, мы можем добиться максимального выделения сахаров в корне. У нас для этого существует несколько препаратов. У нас есть препарат «Стемик Стандарт». Не вижу, здесь есть. Ну, внизу есть. Он черный, вонючий, получен путем микробного гидролиза, и кроме всего прочего он меняет редекс потенциал. Редекс потенциал это такая хитрая вещь, которую в органическом земледелии используют, а в обычном земледелии не используют. У нас используют химические параметры НПК плюс микроэлементы, либо какие-то биологические параметры. Милливольты, редекс потенциал милливольтов, это физический параметры. Весной, когда тает вода, когда просыпается все живое, редекс потенциал в почве минус 300 милливольт. И когда она сосет с огромной скоростью. У нас есть препарат, такой кондиционер воды условный. Его выливаешь на 200 литров литр препарата, и он получает заряд минус 250 милливольт. Один литр, 200 литров заряжает 250. Если туда дать кинамида или касса, какие-то микроэлементы, любую такую вещь, это все работает как мощнейший стимулятор роста. Причем оно стимулирует рост массы и стимулирует отток в корневую зону. Поэтому когда нам не говорят, что мы с темиксом работаем стандартом, а он не живой препарат, живых культур мало-мало, а у нас почва становится рыхлее, как у вас препарат влияет на разрыхление почвы. Я говорю, он влияет на разрыхление почвы опосредованно. Он заставляет растения выделять большое количество сахаров через корни, стимулирует фотосинтез, стимулирует отток сахаров. Если у нас борьба идет за сахара, и мы говорим, что вот эти сахара источник восстановления плодородия почвы, потому что они включают развитие всех микроорганизмов, то есть один из способов разрыхления почвы. Интересно? Ну, да. Сахара нам нужны. А можно вопрос? Да, нужно. Можно вопрос? Да. Хотелось бы конкретизировать название вашего доклада в актуальной спозасухе. Как в прошлом году ваши элементы технологии помогли хозяйствам, где влаги было 30-60 мм, это уцентральный Рошай, мы их пошли по названию, к пролетарским районам. Если результат положительный и на что присутствующим ориентироваться в этом году, когда влаги в почве в Баковском районе 60-70 мм, в Ресуловском 80 мм, ну и так далее. Влаги в почве профессиональные. Как вам это будет помочь? Давайте тогда сделаем так. Я сворачиваю теоретическую часть, общую вещь вы поняли. Нам любым путем нужно сделать рыхлую почву. Любым путем доступным для нас. Нам нужна вот такая вот почва. Можно ли восстановить такую структуру почвы? Да, можно ее восстановить, можно, чтобы исчезла тужная подошва, но вначале вы будете захармить чизель или щелерез, второе вы будете запускать вот эти культуры и микробные препараты для разложения салона. Мы можем запустить и восстановить структуру почвы, которая будет держать влагу. Это общетеоретическая часть. Еще я хотел сказать, что есть такая система наутил и система стриптил мульчированного посева, когда почва закрыта слоем пожневных остатков или какие-то полусы нарезанность для пропашных культур. Сейчас мы говорим про гнетушитель. Что было у Петра Григорьевича и с чем он столкнулся и что нужно было сделать. Видите? Засуха весенняя. Пшеница высохшая, вымершая. Нет, там еще засухи такого особо не было. Это большое увеличение и она структурная. Это мелая такая тоненькая корочка. Она проходит, что там если след видит, и утопает. А то, что она вымерзла, это пало. Просто вот тут 17-го ранее было листового. Начало пущено. Начало только узелок прожило. Она 21-го декабря на день рождения Сталина взошла 21-го декабря. И всю зиму росла. Да. И ну это же вот там видно это же после первой подкормки. Первую подкормку прокормил минус 8. Ну пережили вроде бы как ушло. Вторую подкормку не заканчивал. видно сиялка экрена. Минус 12. И приехали. В апреле? Первый апрель. Первый апрель. Ну первое там конец марта подряд несколько. сиялк. Какая ситуация была в соседях? Соседи процентов 70 задисковали вообще. Правильно? Ну задисковали. Да. Дисковали. Второе. Все что максимум не вытащили сколько центов 17? Так по-разному во всех порах. Дело потому что вокруг была немножко и другая ситуация. это поле значит вот если стать лицом к морю на этом поле а до моря километров 12 ни одной лесополосы и это насилие. Вот этот мороз и оно причем профиль его ну если взять допустим вот Староминская трасса за 0 то оно ниже метров на 20 оно ниже метров на 20 то есть несколько это а вы знаете мороз на поражает поражает более на и вот это дальше начинается защита лесозащитная полоса там немножко ситуация была другая то есть ну не такая вот а лучше как по-французски сказал Александр Адельевич а здесь конечно было ну просто я так в жизни вот слава Богу уже давно по земле топаю я так был первый раз где-то встретил земляни и сорт же отмечте какой сорт Ваня сорт Ваня да сорт Ваня да и Ваня там досталось и дубле досталось все то что там было одинаково вот естественно но я вот хотел сказать то что я с Александром Геннергиевичем давно уже я не помню с 13 или 14 и больше 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 обращается тогда когда тулак тогда когда айо и что делать Александр Геннергиевич что делать что у тебя да вот что у меня посылают пишет или говорит работать не по чем там работать не по чем не по чем все по чем давай я вырубываю ждем ждем да я вот сюда вырубываю два рядка ну выкапываю там не надо выкапываю ящичек этот с корневой ящичек дома под кран поливаю смотрю неделя вообще ноль мне никто не двигается после недели начался листик там пробиваться один посерединке листик начало начало вроде жевать но тут поливаю а в поле суш никто не поливает апрель месяц дождя не было вот ну потом начал преврататься начал этот но чуть-чуть зеленеть тоже по одному листочку ну посчитали значит часть растений погибла напрочь а часть сохранилась те которые узел пущения как бы сформировали и растение старается как бы стремиться к жизни и каждый узел пущения одновременно заложил по два вторичных ну отростки вот тут момент такой важный очень понимаете первый вопрос что мы дождались естественного отрастания потому что когда вот такая ситуация что здесь делать сюда даже вот только приехать посмотреть только не все припать она зазеленела первая вещь которую я сказал когда она зазеленелась и пошла нам нужно решить вопрос болезни что в этот момент растению самое плохое если есть какая-то болячка ослабленное растение оно может его добить что мы сделали и что мы сделали осенью и что мы сделали весной мы отправили институт фитопатологии семена на анализ и отправили растения на анализ растения отправили на анализ до мороза они еще были зеленые но мы знали кто там сидит да но он уже Николай Иванович дал инструкцию то есть что я хочу сказать мы работаем с институтом фитопатологии наездоговоренность вот есть мои сотрудники Илья Михайлович директор ростовского отделения с ним созваниваетесь как что договариваетесь мы отправляем какую мы сейчас видим в виду последние где-то с 12-13 года появилась новая болезнь новый вид фузария фузарий много 25 штук у нас есть толстый список пестицидов и агрохимикантов если вы будете листать там написано вот на фузарии работает на фузарии работает на фузарии работает но оказалось что сейчас на новый фузарий работает только два действующих вещества ну три действующих вещества а рекомендаций полно к вам приходят люди приходят сингента приходят еще куча всяких фирм и говорят возьмите наш препарат он козырный я говорю в чем его козырность если он не работает на этом новом фузаре мы его не берем и мы они следуют этой логике подобрали с Петром Григорьевичем препарат протравитель что вы брали ломодор или чертепал там действующий вещество протиоконозол можете записать протиоконозол вот этот новый появился зверь который берет протиоконозол который есть у Байера и карбиндозим который есть у всех карбиндозим ферозим кофор кордон их море но там когда берете листовой препарат это листовые препараты нужно взять хорошую основу и мы рекомендуем взять фирму БАС у них есть такой действующий препарат называется иншурка форм берете его 0,5 минимальную дозу потому что там хорошие прилипатели красивая краска и туда добавляете наливаете листовой препарат с карбиндозима и вот эта смесь 2 в 1 вы начинаете обрабатывать семена и год работаете протеоконазовом ламадором либо год работаете композиции иншур перформ плюс ферозим появилось новый сейчас препарат ну как он уже есть называется АПСИНЕ это фирма СУМИМОТО японская но на рынке есть и можно допустим добавлять не карбиндозим но добавлять АПСИНЕ сеншуром сеншуром песня песня прекрасный препарат смесь такая обалденная к нам я могу показать как она выглядит когда мы первый раз с ней столкнулись вот мы столкнулись в 2013 году звонит мне грек из Краснодарского края и говорит у меня стоял урожай я рассчитывал взять хорошо вот стояла пшеница под 80 я думал куда я деду пшеницу вот она пшеница и за две недели до урожая мы имеем вот такую картинку она стала резко сохнуть и самый главный признак самый главный признак вот этот вот лист свернутый в строчке это же недавно появилось вот а нам говорят такие слова прихват или такое слово захват запал припал там вопрос простой гриб сидит и начинает в основании стебля расти и пробку делает и вдруг наверх у нас перестала вода идти а нас в этот момент налив зерна идет и все и у нас слабый вы лишь живой здоровый мы там еще фунгицидами обратно берет сворачивается и у нас получается фрост щепловатое зерно и все что можно сделать нам нужно ловить в момент семена лучше маленькую норму высева сделайте возьмите стимулятор упущения к стимулин положите на маленькую норму высева троечку вы получите работает система работает но возьмите хороший протравитель гербицид возьмите щелковский или августовский не надо дорогой брать а вот эту вещь и по флагу вы работаете или например можно работать карбиндозимом я не уверен что литр будет работать может быть это будет до трех литров и вместе с гербицидом когда вы выходите туда пекаете так вы не сросли поле спасли мы так спасали спасли конечно то есть у нас вопрос-то какой был полуздовшая пшеница которую прижарила присушила приморозила заморозила заморозила да начало выхода в трубку ползет хиленький лист мы обработали фунгицидом со стимулятором фотосинтеза и добавили карбамид что добавили карбамид самос карбамид добавили стимикс плюс фитостим а плюс б и тот и другой и дважды отошла вышло нарастание действия мая завязала два кредит второго порядка побега вытащим его думаешь вытащим мы его или не вытащим значит дальше что александр что делать а что внизу листья те которые померзли внизу листья да причем там листья надо это я каждый раз звоню она говорит что там внизу листья значит смотрите листьев этих нет вот эти вот это то что померзло отмерло и оно прям естественно в ряду было корректи их нет а потом уже он проезжал но он проезжал уже в уборку у нас возник вопрос вообще что делать и вот мы получили вот эту картинку видите вот это первая или вторая первая первая вот это после первых вот представляете то дохлое поле и вдруг стали зеленеть и весь широкий в мае в мае в мае было 50 миллиметров да да в мае апрель а в мае а в мае было 50 миллиметров по моему даже у нас знаете были а в азовском районе не было да 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 у нас уже три года я не знаю надо ведьму найти не три а пятый год да я тебе дал друг дар даже пять лет ну три года особенно они все особенно вот и пошла она так дело в том что она пошла неровная это которая от срединки отошла она все таки раньше вот труб видите и трубка пошла и и трава еще это без трубки потом эти второго порядка второго порядка эти подтянулись ну мы же опять следующим чем работаем опять стимикс относительно болезни относительно болезни же когда она уже отросла николай Иванович и Александр Ильич только тогда когда наступит температура пятнадцать плюс и не раньше и отработали карбиндозим содержащим чтобы карбиндозим лег полглав не 05 он дойдет до корней или до чего заходит эффект вообще если по литературе карбиндозим не работает а в жизни почему-то он оказался что работает вот такой парадокс с чем мы столкнулись и эффект очень и получил здоровое растение соломина такая мощная выколосилась колос мощный озернение цветение озернение хорошее сейчас я попытаюсь включить но правда опять засела но правда по дефициту и влаги больше я считаю в этот период молочной спелости 32 не хватило 32 в среднем 32 но засох в молоке 700 грамм натура и 16,5 протеин ух ты я тоже такого не бачу честно нужно сравнить с соседями сколько ну соседи через дорогу меня половину перенискал половину через дорогу вот как-то понимаете вопрос через полевую дорогу у вас там сложились свои условия просто тут опыт сравниваешь с соседями как соседи вырули как ты вырули что мы здесь применили первое мы не стали психовать второе вы стали за уши тянуть эту пшеничку мы мы сразу болезни перекрыли что бы они не появились потом по флагу не работали работали ну гербицидами не работали гербицидами не работали гербицидами не работали мы побоялись со слабы на растение еще гербицидами и второй момент самый важный когда нибудь пшеница которая уже имеет колос чтобы эта пшеница дала еще два полоса дополнительных, у вас же так получилось, это совершенно другая фаза, это не фаза пущения, уже полос первый был, и вдруг стало отрастание еще двух стеблей продуктивных. Они шли, они шли, но они вышли в продуктивность, я думал, что они, ну как обычно бывает, они выходят, а к уборке с колосками не приходят, а эти вышли чуть поменьше, ну я бы сказал, ну может процентов 25-30 от центра, ну были, 30 зерек, 33-35, зерек в полосу. Ставропольский край, а вот эта картошка у нас через несколько дней, вырубила нокнарь, видите, одни пеньки остались, и нам нужно было ее распрутить, чтобы она стала простать, распрутить. Первое, спровоцировали рост пасанга, видите, на пеньках стали расти пасанга, вот это вот две с половиной, две недели, для того, чтобы нарастить вот так вот, а вот это три с половиной недели, где мы полностью восстановили массу. Светение пошло. То есть, то, что нет, полива не было. Это Придгорницкий район, приезжал, как? Да какой? Ну все, градом урубил, соседи все зарисковали. То есть, вопрос какой? Есть огнетушитель. Огнетушитель этой системы не корневых подкормок, препарат, меняющий редекс потенциал, он работает на физическом принципе, милливольты, НПК плюс милливольты, плюс хорошая защита, дают безумный рост. Можно получать на картофеле 5 сантиметров в сутки, 5-7 сантиметров в сутки. На пшенице, пшеница вот такая, и вдруг она начинает, вот он видит каждый день, видит, что она меняется. Это, этот, какие-то, огнетушитель. Какие еще способы есть для засухи? Мы кладем вместе с протравливанием семян, подобранную химию праведом, потом мы кладем азотофиксаторы. Если азотофиксаторы кладутся на семена, растения тратят немного меньше воды. Воды намного меньше тратят. Третье, мы кладем фосфор на семена, мы кладем препарат, усиливающий отрастание корней агростимулин, и кущение мы сеем норму высева, уменьшаем в полтора раза для начала, потом мы можем уменьшить его на с половиной раза, когда почва заработает, и все. И тогда получается хороший бюджет. И наглости мурини, это отдельная большая тема, на нем можно получать колос не 1 грамм, 44 зернышка в колосе, а увеличить до 6 зерен в колосе, и до 2 граммов в колосе можно сделать. Теперь Бартеновский район, Прокопенко Александр Ильич. Главный организм в прошлом, в советские времена, сейчас хозяйство, пришел герой рефору. С биопрепаратами этого центра, в частности со стимиксом Нива-А, пришлось столкнуться в 2012 году. Получилось так, что рядом с нашим полем основным фермер отказался, собственно говоря, от своего участка, не доходили руки, фермер такой, что в канистрами возит на поле солярку, на вахту ездит, в Москву зарабатывает. Ну, в общем, так вот, досталось его. Значит, было после проза, в пазе Шильцев на 13 апреля, а зимой Шильцев. Весна была достаточно ранняя, в тот год, в принципе, у нас было опущение было, вот так. Ну, что, давайте возьмите, что же делать? Попробился Илья Михайловича Сергеевна, подскажите, что, мне надо убрать вот эту вот биомассу пожневных остатков фроза, потому что на ней будет инфекция, ну и простимулировать то, что как минимум на 2-3 недели опал вот от моих участков пшеницы для роста. Вот, тогда приименили по технологии, в ночное время, стерневой препарат и еще там добавили, значит, фондан. К моему удивлению, значит, на нашем поле после Лена мы получили 37, на этом, на котором мы были, ну, хотя бы 25 получили, то уже мы, как говорится, с человеком рассчитаемся за поле, получили 33. Вот, в дальнейшем, значит, ну, технологию, вы знаете, какую рекомендует Александр Георгий Михайлович, по применению стерневых препаратов, мы идем немножко другим путем. Хозяйство не такое большое, вот, чтобы было не развернуться. Каждый знает, что после уборки зимой пшеницы, это технологическое колья, то есть проходы опрыскивателем, они видны под основной обработки или до дискармонии. Мы в дневное время обрабатываем от кольи до кольи, оставляя ее как таковую, как маркер. В ночное время, опять-таки, чтобы препараты, они, вот, не все знают, что они желательно и работать в сумеречное время, в пасмурный день, чтобы солнце не жвло, значит, в ночное идеально идет стандартный опрыскиватель, по уже протоксанной колье, которые работали апрель, май, июнь, вот до уроки. Он повторяет, применяет стерневой препарат, следом, вот, эту колью, обычный МТЗ, дискатор обрабатывает, вот, и степка сборанует, все это накрывает. Как показала практика, мы уже работаем за такой технологией, это 6-й год, эффект хороший. Прошлый год, конечно, из-за затухи, ученый, внес свои коррективы, и то мы проработали точно так же, и видели уже, значит, на соломе, как оно работает, сразу скажу, и жужелица там нет, и в тилицах, когда вот хорошая полога, спички осень, нету таких соломистых включений, кроплений, остатков волков, где бы было самосогревание, где бы она развивалась, потому что это и комфортное условие, вот. Паром не держим, работаем по терневым предшественникам, и на одном из участков, хотя, конечно, и лен, и софорс, и им, и кориандр, на основной площади 20 гектар, у нас уже 5 лет получали урожай, пшеница-попшеница. Значит, Елена Михайлович был позапрошлый год, 17-й, это позапрошлый год, когда засуха, соседние поля уже вот, желто-соломеного цвета, у нас зелененькая. Значит, динамика такая, от 24-х, в прошлом году получили на 5-й год 41 центов. Ну, не скажу, что это не так уж много, но у нас есть термиронапорах, получают 43-45 максимум. Так что я считаю, что прогресс налицо. Вот рекомендую, кто не верит теории, приезжайте, посмотрите, на практике. Рядом со мной ведет Вячеслав Владимирович, тоже применяют подобную технологию. Значит, и по механизатору, первый год увидели даже, обработанный семент с Тимиксом, какие уже входы, как оно распустилось. А рядом же, вы знаете, что у нас в твоих кардном поле сейчас бывает до 10 фермеров. Поэтому все это достаточно наглядно, и самое главное, что это уже к конечному результату приводит. Не надо нас в этом пути и будет. Смотрят соседей, у которых была паш, пшеница, паш, пшеница и никакой другой. Начинают уже присматриваться, заслуживаться, где-то приобретали, потихонечку. Начинают возрождать это почвенное плодородие, которое без биопрепаратов, только чисто химии, микрофлеты, не возродить. Вот такой, наверное, все будет. Давайте мачо и дискуется та же мачо. Ну, задискованная поверхность поля, за исключением проходов. Понятно, да? Чтобы видно было, где опрыскивать или нет. Задилка, видно, не трясет, не бросает, не кидает. Ну, вот стерня, как она и была, ровненько. Идет опрыскивание, за ним садится. Огромному делать нечего, и он же контролирует внесение. Это он про себя. Ну, да. Задисковывает этот участок, следует, следует, трактор все это забранит. И ночью в бараните? Да. Да, да, да. То есть, получается, вот дневная дисковка накрывается препаратами. То, что попало на стерню, это вот два этих, два двадцать, грубо говоря, дискуется тот же немедленно, и все это еще и разравнивается. Получается, по сравнению с тем, что было, через неделю уже там земля нет. Не накапливается стерня, прибранная. Ну, с измельчителем работаем мы, это раз. Ну, понятно. Ничего не накапливается, ничего не забивается. Не забивается. И вот пятый год по такой технологии. А почему на дискаж не поставите, вот опрыскатель, как показывают? Вот, чтобы не заморачиваться. Вы, наверное, если слышали, сказал Александр Ельич, убрали, чтобы не заразилась солома. Бегом. Работайте. Вот мы по такому пути идем. То есть, комбайн вышел, уже в ночь это все задисковали. Следующее поле закончили, задисковали. И пусть лежит до октября месяца. Задисковали и опрыскали. Да, ну, я же рассказывал. Это они, когда я опрыскал, я опрыскал. Меня немножко подозвол. Это смысл такой. Особенности. Смысл такой. Можно, конечно, задисковать, а потом опрыскать, отдельно опускать. Бородил. За бурюте уже похуже. Ну, не знаю, может быть, не похуже. Может, там наделать. Только это лишняя операция. Операция лишняя. Да, да. Какая-то влага еще есть сразу после уборки. Конечно. Как-то попадет, что-то в влажное. Ну, эффект еще зависит действительно от условий. Почему ночью? Потому что все-таки солнечный ультрафиолет не санирует эти бактерии. Убивает. Да, поэтому их нельзя. А потом все равно же в уборку, вы знаете, что с утра даже молотить не можешь роса. Это все ночная роса способствует этому проникновению. Есть даже способ, променяли ребята, имеют хороший эффект, имели хороший эффект, но попадали. Значит, мелкий дождь. Идет мелкий дождь. И в дождь прямо обработали без обработки, без дископки. И хорошо получилось. Ну, это же надо заселить, выловить. Да. Самая идея заселить рип на субтракт этой круженика. Я пускаю диски, барану, тоже 11 метров сделал самодельную. Я дважды растягиваю обязательно, потому что получается полосы такие же, потом не растянуто. А, короче, это уже более глубже, аль-зима. Ну, да, получается, что я растягиваю солому обязательно. Были у меня поля, которые, ну, допустим, какие-то там небольшие, которые не успел растягивать, там плохо смотрится все это дело. Хотя, так сказать, мы видим, как работают эти бактерии, как они сжирают солому. Видно прямо вот эти вот беленькие аналетики, которые, ну, короче, видно, как оно. Лист в труху, солома, солома. Я бы хотел сказать о чем. Ломкая, хрупкая. В этом году, ну, в прошлом году, согласно вот этой вот бумаге, обработал семена. То есть не пожарил денег, обработали так, как надо. Как все препараты куплены. Белоги. Белоги. Белоги, я работал и раньше, но и на технологии. Вот эти технологии. Белоги. Честно, белоги. Не проситарно. Все, что здесь написано, все я купил, то есть их, что советуют, там, шокер-форум, например. И по факту получают соседями, потому что мы сразу были соседями, да, которые не работают этими препаратами. Ну, и еще скажу другое. Заложил, предлагаю, к нам приезжать, ко мне именно. Заложил четыре, сегодня, так сказать, фирмы положил на каждое поле. И теперь посмотрим, какой лучший препарат. Этот или четырех. Но пока, 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 вот этот впереди. У нас по сравнению с теми. Другие. А где вы находите? Мартыновский район. Недалеко, в принципе. Можно приехать. Контакты нужно взять. Да. И мы, я думаю, что с Верночем и с Михайловичем будем смотреть за этим делом. Мне интересно самому перепосмотреть опыт этих и других фирм. И сравнить, конечно, и на сегодняшний год мы вам расскажем, если будем живы. А в уголах? Препараты, да, да. Ну, пять. А как вы проблему фосфора решаете? Или вы пахите, запахиваете фосфор? Я махосом. Не, ну а махосом это вы вряд ли присели, да, Данил? Не пашем. То есть мы все дискруем. А как фосфор же так же и останется туда внесли? Ну, как? Прямо вы все вместе с ними обрабатываете? Ну, а гроссоид вот всегда красиво рассказывал, а проблему фосфора они так и не решили. В итоге они раз в пять-шесть лет работают глубокореклителем фармиком с внесением удобрений. Ну, пока нет. Мы вносим удобрения какие-то, ну вот, например, в прошлом году... не стоит, потому что там засуха, потому что они не сработают, потому что... Зачем деньги выбрать? Хватит там 30-40 килограмм. Так я и сделал внес. И по сравнению со всеми... Плюс обработка семян, которую, ну, как здесь... Все тут прямо до мукочки, до запятой. Получилось, что у меня два-три листа есть, то по сравнению со всеми остальными, там непонятно что. Допустим, заделка семян, у меня на три сантиметра было задела, а у людей там на пять-шесть и совсем другая разница. Их уже рвёт, они, что на пять-шесть их уже там... Ну, рвёт и рвёт, и одно зашло, другое ещё там где-то там... Если у меня шильца есть, последнее поле, то оно шило, представляете, ровненько, красиво, ну, как стол, ну, шильца. Ну, всё ровненько, по сравнению с другими, там, оно... Слушай, а вам не мешала залога? Ну, не залога, и плюс заделка, плюс, я думаю, я считаю, что это... Потому что семена мы неплохо обработали, вот этот стегулино... Если бы мы посеяли там на три, а там рядом на пять, так...